Форт Лодердейл Географическое расположение предопределило его судьбу и звание одного из самых популярных и посещаемых туристами центров отдыха и развлечений штата. Здесь ждут гостей более 400 тысяч ресторанов и 120 ночных клубов, а песчаные пляжи с лазурной водой, ночная жизнь, культура, парки и очень важная составляющая часть безопасности делают город почти идеальным для проживания и для проведения в нем своего долгожданного отпуска, в том числе с маленькими детьми. Форт Лодердейл часто называют американской Венецией, ведь он буквально стоит на воде. Первое, что можно увидеть из окна самолета, это сотни каналов, протекающих между каждой улочкой, поэтому не зря местные прозвали его так. Благодаря прекрасному теплому климату, выходу в океан и большому количеству водных каналов, город стал признанным центром яхтинга, да и многие из местных жителей имеют лодки, на которых они передвигаются по каналам, словно по шоссе. В Форт Лодердейле существует даже водное такси. Также это обусловлено высоким уровнем развития инфраструктуры, удобством расположения природных бухт, а также разнообразием подводного мира. В городе каждый год 14 декабря проводят традиционный рождественский парад яхт, которые посвящают той или иной тематике. Посмотреть на грандиозные мероприятия съезжаются множество туристов из США и других стран мира. Одно из лучших развлечений в Форт Лодердейле это шоппинг и еда на открытом воздухе на бульваре Лас Олос с его неповторимыми магазинами, галереями и оживленной толпой. Самый популярный среди туристов район называется Дестрим, но местные прозвали его Центральный пляж. Он тянется вдоль набережной между бульварами Сан Олос и Сан Райз. Здесь сосредоточена большая часть престижных отелей и очень много небольших кафе. Бюджетное жилье можно найти в нескольких милях севернее на Оушен Эвеню. Форт Лодердейл поистине можно назвать многоязычным городом. Несмотря на то, что основным языком является английский, здесь множество испаноязычных людей. Кстати, многие названия улиц в соседних городах, магазинах и ресторанах тоже на испанском, а меню – витрины в супермаркетах и телевидение на двух языках. Связано это с большой эмиграцией жителей латиноамериканских стран, которые несомненно внес весовой вклад в быт и культуру города. Чтобы ознакомиться с историей Форт Лодердейла и Южной Флориды в целом, нужно посетить исторический музей. Здесь представлена выставка «Обзор прошлого. Хронологический взгляд на историю Форт Лодердейла». Музей расположен в трех зданиях, в одном из которых находится точная копия первого здания школы города. Ну и совсем немного истории. Во время Второй Семеновийской войны в 18 веке на территории Флориды было построено несколько фортов для борьбы с индейцами. Спустя 50 лет они были покинуты. На этом месте образовалось небольшое поселение, а сам регион получил название «Нью-Ривер». До начала 20 века в поселке обитали всего несколько жителей. Но затем с появлением здесь железной дороги он начал строиться и расти, получив в итоге статус города. Его назвали «Форт Лодердейл» в честь майора армии США Уильяма Лодердейла, командовавшего отрядом и построившего первый форт. Во время Второй мировой войны в форт Лодердейле разместились базы американского флота и береговой охраны, а также станция для подготовки пилотов. После окончания войны многие военнослужащие остались здесь жить, что стало причиной демографического взрыва. Но сейчас форт Лодердейл является не только одним из самых посещаемых курортов Флориды, но и крупным яхтенным центром.